АПРАВДАНЫ ТОЛЬКО ВЕРОЙ Послание к Галатам, 4 глава, с 21 по 31 стих. «Скажите мне вы, желающие быть под законом, разве вы не слушаете закона? Ибо написано, Авраам имел двух сынов, одного от рабы, а другого от свободной, но который от рабы, тот рожден по плоти, а который от свободной, тот по обетованию». В этом есть и насказание. Это два завета, один от горы Синайской, рождающий в рабство, который есть Агарь, ибо Агарь означает гору Синай в Аравии и соответствует нынешнему Иерусалиму, потому что он с детьми своими в рабстве. А Вышний Иерусалим свободен, он Матерь всем нам. Ибо написано, возвеселись, неплодная, нерождающая, воскликни и возгласи, не мучившаяся родами, потому что у оставленной гораздо более детей, нежели у имеющей мужа. «Мы, братья, дети обетования по Исааку, но как тогда, рожденный по плоти, гнал рожденного по духу, так и ныне». Что же говорит Писание? «Изгони рабу и сына ее, ибо сын рабы не будет наследником вместе с сыном свободной». Итак, братья, мы дети, не рабы, но свободной. Размышления, часть первая. Небесный Иерусалим. Послание к Галатам, 4 глава, с 21 по 27 стих. Иудеи считали себя настоящими сынами Авраама. Как люди, они и были таковыми, но с духовной точки зрения многие из них не были. Бог обещал Аврааму сына. Однако, вместо того, чтобы ждать, тот предпринял собственные шаги и получил сына от рабыни. Но Бог предназначил родить сына свободной женщине. Поэтому Аврааму пришлось 14 лет дожидаться рождения обещанного Исаака. Процитированный Павлом стих из Исаии, 54 главы, 1 стих указывает на Божье царство и на тех, кто верует во Христа. Бог дал иудеям все необходимое, но многие из них отвергли Иисуса. Сегодня Бог призывает ко Христу и язычников, и иудеев. Рожденные свыше христиане теперь подобны Аврааму с Саррой. Им предстоит приобрести для Бога множество детей с силой благой вести. Действительно ли вы рождены свыше от Духа Святого? Если да, просите Бога, чтобы через вас к Нему приходили другие. Если нет, примите Иисуса Спасителем и Господом, чтобы вам стать чадом Божьим. Размышления, часть 2. Свобода от рабства. Послание к Галатам, 4 глава, с 28 по 31 стих. Исаак был рожден чудесным, сверхъестественным образом. Галаты тоже стали Божьими детьми чудесным образом. Не своими усилиями, но благодаря Божьей удивительной благодати. Как Измаил, сын рабыни, гнал Исаака, книга Бытье 21.9, так теперь иудеи, ищущие оправдания в делах человеческих, гонят христиан, верующих во Христа. Правда в том, что и неверующие, и иудеи, проповедовавшие иное Евангелие, гонят христиан за веру во Христа. Павел показывает, что проповедующие ложные Евангелия, оправдания делами, должны быть изгнаны, и им нельзя позволять учить в церквах христовых. Молитва Отец Небесный, спасибо за то, что Иисуса Христа достаточно для моего спасения и освящения. Спасибо, что призываешь меня к покою и возрастанию в благодати и познании Твоего Сына Иисуса. Во имя Иисуса Христа я молюсь. Аминь. Павел Субтитры создавал DimaTorzok